Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. И, как всегда, в эфире нашей программы мы встречаемся с российскими бизнесменами и задаем им множество самых различных интересных вопросов. Сегодня в гостях бизнес-класса Игорь Чумарин, директор агентства исследования и предотвращения потерь. Добрый день, Игорь. Добрый день, Олег. Добрый день всем. Название такое достаточно романтичное, я бы сказал, у вашего агентства. Хотелось бы чуть позже поподробнее об этих потерях поговорить. Тема, заявленная сегодняшней в эфире, это рынок ритейл, рынок розничной торговли в России. Ну и каким образом вот эти самые заявленные уже исследования и потери относятся к розничной торговле, это и будет идеей нашего сегодняшнего эфира. Уважаемые слушатели, я напомню, присоединяйтесь к нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира 6510-99,6, код Москвы 495. Для этого также вам может понадобиться сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, давайте начнем. С чего логично было бы, Игорь, на ваш взгляд, начать разобраться? Да, о каких потерях все-таки идет речь? Да, давайте, самого сложного. Самого сложного, хорошо. Ну что ж, что за потери? Исследование предотвращения к потере. Каких потерь? Ну, все, что можно потерять, нужно исследовать и предотвращать. В данном случае, конечно, речь идет о ритейле, о тех потерях, которые существуют в розничной торговле. Потерях, связанных с товародвижением и движением денег, прежде всего. То есть это потери материальных ценностей. Это то, что является последние лет 7-9 основным риском и основным предметом приложения наших усилий. Серьезно. То есть ритейлеры последние 7-9 лет стали многое терять с точки зрения потоков финансовых и потоков товарных. Они теряли всегда. Да, это вот интересное название, исследование предотвращения потери уже 13 лет, как-никак. И все эти годы все что-то теряют. То есть все, что можно потерять на производстве, на складах, в магазине, этим мы занимаемся. И, конечно, тенденции последних лет, если уже не 7-9, это, по крайней мере, 4-5, говорят о росте таких потерь. А вот этот, кстати, рост, он с чем связан? С тем, что розничные сети расширяются или как-то меняется ситуация в экономике? Почему потерь стала больше? Наоборот, мне кажется, чем цивилизованный рынок, тем цивилизованней рынок, тем издержек-то меньше. Если говорить, есть масса факторов, безусловно, которые влияют на увеличение потери. Последние годы, последние 4-5, этих факторов становится больше, а те, которые были, они глубже становятся. То есть, конечно, на эту тему можно много говорить. Давайте мы попробуем их перечислить хотя бы. Что это за факторы? Ну, основные что? Есть внутренние и внешние. Если говорить о внешних, их больше, конечно. Это экономические, общественно-социальные, налоговые и так далее. Ну, например, основные и внешние. Снижение реальных доходов и так малообеспеченных слоев населения. Эта ситуация ухудшается, и многие об этом говорят. И это одно из следствий увеличения количества роста в магазинах. Рост подростковой преступности. Тут мы на первом месте, в том числе и в магазинных кражах. Глубокое, я бы так сказал, проникновение иногородних, и работников, и жителей, приезжих. Я имею в виду, которые в действительности, по нашей статистике, последних лет занимают серьезную роль. Играют здесь в увеличении потери в магазинах, потому что большая часть, кроме строительства, используется в ритейле, собственно. Это проблема в большей степени центральных и крупных городов. То есть здесь мы говорим о том, что последняя, третья категория, это приезжие граждане, это сотрудники непосредственно, да, магазинов, которые позволяют себе? Ну, в рабочее время они сотрудники. Мы не говорим сейчас о гастарбайтерах. Имеется в виду приезжие иногородние в том числе, да, кто не связан, скажем так, ментальностью проявления честности в этом городе, да. Ну, вот в рабочий день они все работники, а на завтра они в конце своей смены, они все покупатели. Такие же покупатели, которые ходят в магазины. И, к сожалению, статистика опять же говорит о том, что они не прекращают это делать и в нерабочее время. Но не только они, то есть это одна из категорий. Да. Прирост слоя магазинных воров как таковых, то есть за эти годы, вот за последние там 7 лет, наверное, уже сформировался достаточно серьезный слой полупрофессионалов. Ну, профессионалов или полупрофессионалов именно? И профессионалов, и полупрофессионалов именно в этой области, я имею в виду их количество, намного выросло значительно, да. Если посмотреть те же какие-то форумы специализированные, где они общаются на эту тему достаточно открыто, то и тенденцию там увеличения количества зарегистрированных пользователей на этих форумах, то оно, конечно, впечатляет. Серьезно? Да. Такая романтика опять, да, с большой дороги? В какой-то степени. Теоризм в какой-то степени, да, не привыкли мы работать, копать. Ну, смотрите, вот все, что вы сейчас перечислили, относится непосредственно, да, к проблеме воровства, к проблеме краш из того или иного магазина. В первую очередь. В первую очередь. То есть вот такая ключевая потеря, что называется, да, в кавычках я поставлю, ключевая потеря, это именно потеря в результате этих нечестных действий, да, кого бы то ни было. Ну, не впрямую. Дело в том, что, ну, потери, их много категорий. Потери от списания, от некачественного товара, от неправильных технологий учета, от неправильных информационных технологий, ошибки административные и так далее. Кражи не очень большая часть вот из этих всех потерь. В этом списке, да. Просто почему мы в большей степени о краже говорим, потому что там есть, там есть умысел, с которым нужно работать. Во всех остальных вещах это можно... Там есть некий социальный составляющий, да. Да, остальные вещи, технологии... Остальные это технологии исключительно, а здесь есть человек, да, проблема человеческая, социальная, я понял. У нас есть звонок, давайте мы ответим на него, Игорь. Итак, день добрый, Андрей, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, я хотел еще добавить по поводу внешних факторов уменьшения потерь. Это корректировка таможенной стоимости на таможне, то есть это связано с поставками импортными, прежде всего. Я постоянно сталкиваюсь с темой решения вопросов на таможне, соответственно, повышается таможенная стоимость и, так правило, повышается себестоимость товара. И вот это вот прямой фактор потери прибыльности или даже потери клиента. Я имею в виду о больших поставках, большие компании, как Аби, Матидом и так далее. Вот в чем я хотел об этом как раз-таки поговорить, потому что для нас на сегодняшний день это очень большая проблема для бизнесменов, которые занимаются честным импортом. И даже обращение в суд, я вам скажу честно, я обращался в суд неоднократно, мы выигрывали в таможне, но, к сожалению, мы не можем вернуть деньги излишне уплаченные с МДС и пошлиным на таможню, поскольку брокер отказывается с нами работать. И мотивирует это тем, что все равно таможенники будут вставлять палки в колеса и увеличивать, ну, скажем так, пытаться вас поймать на другом. То есть это получается другой ресурс, это простой контейнер на таможне и так далее, и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, это очень больная тема. Ну, то есть, Андрей, я правильно понимаю, брокер вам открыто говорит, что от этого риска не избавиться, поэтому, да, уж соглашайся с тем, что есть. Нет, иногда люди говорят, идите в прокуратуру, судитесь там и так далее, и так далее. Но мы, к сожалению, я же говорю, мы выигрываем иски, но эта проблема не решает. И мы теряем, к сожалению, поставки в очень крупные супермаркеты. Я понял. Андрей, тогда один вопрос вам, и потом вы сможете задать вопрос Игорю. На ваш взгляд, чтобы принципиально решить эту проблему, что должно произойти? Это очень большой бюрократический, я не знаю, государственный вопрос. Почему? Потому что, помимо прямого импорта, я пытался работать с переработкой мне таможенных, под таможенным контролем мне таможенной территории. У меня, к сожалению, даже этот режим, даже на таможне сделать, никто не берет на себя ответственность, скажем так. Понятно. Поэтому это вопрос к Госдуме, к большим генералам. То есть все решается там, да? Вот эта проблема может решиться? Да, к сожалению, в таможенном кодексе написано, что таможенники должны связанно помогать. Помогать, да. Но они, к сожалению, нам не помогают. Потому что огромная статья доходов в бюджет, это в том числе и поступление к импортной выручке. Безусловно. У нас есть, да, много других примеров еще, когда люди, призванные помогать, этого не делают, а делают что-то наоборот. Задайте вопрос Игорю, пожалуйста, Андрей. Ну вот, хотел задать вопрос. Как в этом случае быть к чему? Потому что вы, у вас есть контракт действующий, вдруг у вас появляется котировка таможенной стоимости на таможне, и, к сожалению, себестоимость увеличивается на 15, там, даже до 20%. И мы вот теряем. Может быть, это не совсем потеряно, потому что это не совсем ритейлинговый вопрос. Вот так или иначе, мы, к сожалению, с этим сталкиваемся. Андрей, спасибо огромное за вопрос. Спасибо. Игорь, смотрите, 30 секунд есть. Вы можете начать отвечать на вопрос, либо я сейчас проанонсирую еще раз тему. Да, Андрей, спасибо за вопрос. Не совсем это касается, конечно, тех материальных ценностей, которые достигли магазина и там пропадают. Наверное, здесь тоже работает... То есть риски таможни вы, в принципе, не рассматриваете, да, в своей деятельности? Здесь тоже работает один из факторов, который работает и в ритейле, и в любом другом бизнесе. Забюрократизированность и коррумпированность структуры. Вступили в ВТО, а ничего не изменили с точки зрения внутренних процедур. Я понял. Спасибо, Игорь. Сейчас мы об этом поговорим подробно. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Игорь Чумарин, директор агентства исследования и предотвращения потерь. Мы рассматриваем, ну, в связи вот с этим, с этой темой, рассматриваем сегодня рынок розничной торговли, России. Ну и еще раз я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Итак, Игорь, продолжим нашу беседу. Ну, на вопрос, Андрей, я так понимаю, мы ответили, да, что вот эти риски лежат в спектре некой бюрократической такой. Да, да. В таможенном законодательстве, во всех процессах формирования конечной цены продукта. Угу. Понятно. Наша проблема в том, что он, попав на полку, пропадает. Или не доходящее до полки. То есть его нет. Вот это, в основном, мы говорим о потерях в этом смысле. То есть физических, можно сказать, да, физических потерь? В какой-то часть физических. Ну, если мы не говорим там о учетных потерях, о виртуальных, которые тоже существуют в этой сфере. Давайте, тогда мы вот о чем сейчас с вами поговорим. Можно ли нарисовать долю потерь, да, или, так сказать, выделить наибольшие риски, связанные с какими-то потерями? Вот связанные с там социальной составляющей, да, мы говорили непосредственно о краже, то, что вы перечисляли, или это технологические составляющие. Что больше? Каковы риски? Риски больше на сегодняшний день, вот по статистике нашей и западной, и по мировым исследованиям, больше, если мы говорим о недостаче. То есть не о списании, а как о результате свойств товаров, да, то есть некачественный, стух там и так далее. Это более-менее просчитываемая вещь, хотя здесь тоже не без проблем. Многие ритейлеры, кто торгует свежим товаром, они очень много теряют на этом. Но это уже более понятные технологические потери. Что касается недостачи, ну, надо как-то в терминах устояться вам, то три четверти недостачи, примерно, конечно, в среднем, как средняя температура по больнице, три четверти потерь, это кражи сотрудников и, ну, условно, покупателей, ну, посетителей. Вот это так. Если мы говорим о ритейле, да, о магазинах. Это серьезные цифры, три четверти. Да, и одна четверть это технологические, учетные, ошибки, административные, логистические и так далее. Ну, я могу предположить, да, что к вам некий магазин обратился за помощью, за консультацией, поскольку вы, я так понимаю, да, и оказываете еще и консалтинговые услуги в этом смысле. Тринадцать лет как. Тринадцать лет как, да, это уже возраст. Так вот, смотрите, значит, обнаружена недостача, связана она вот с проблемами подсчета, да, вы посоветуете что-то или поможете, что-то пересчитаете, я не знаю, новую программу более совершенную предложите. Как вы решаете эти проблемы? Ну, наверное, обычным консалтинговым способом, то есть здесь методика понятна, в любом случае люди обращаются с проблемой, надо диагностировать эту проблему, потому что человек может или там сеть магазинов, или очень крупная, или федеральная сеть предполагать, что у них воруют покупатели, на самом деле не обязательно. Может это логистические проблемы, может быть учетные, что нередко бывает, а может быть, собственно, персонал. Поэтому надо в этом разобраться, для начала диагностировать проблему, и даже не эту проблему как таковую, а все, попытаться выявить все возможности нанесения ущерба. То есть я прошу прощения, изначально так это выглядит, да, к вам обращается магазин или сеть и говорит, у нас недочет, у нас недочет, у нас постоянно там мы теряем того, что за проблема? Мы думаем, это наверняка вот у нас завелся какой-то тут воришка, а вы говорите, это не обязательно воришка, потому что есть вот такая вот возможность потерять, вот такая вот такая, надо выяснить это. Так примерно? Да, примерно так, вот еще хочется отметить, что большой ошибкой многих, кто обращается, либо заводит разговор на эту тему, является, найдите, кто это делает. Это самый бесперспективный путь, потому что нашли, уволили, расстреляли, но пришел другой, будет то же самое, нужно устранять возможности. Причину, да, не следствие, да, как говорили, умные люди. Причину частями и больше возможностей. Вот, на самом деле, возможности лежат внутри, в технологиях, в товародвижении, в документообороте и так далее. Как вы думаете, сколько сетей в России самостоятельно диагностируют свои проблемы? Ну, я давайте так, я, конечно, не в материале, но предположу, что крайне мало, крайне мало, не умеют это делать. Практически никто. 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 То есть, я говорю, ребята там на семинарах, на конференции, кто из вас там хотя бы раз в полгода абстрагируется от того, что есть, идет с блокнотиком и смотрит свои технологические процессы. Так, как они происходят по факту, никак они написаны. Никто. Никто этого не делает. Ну, причем смотреть их надо, ну, с моей точки зрения, в нашем контекте, в контенте, немножко добавляя криминальное мышление. Как можно здесь нарушить, своровать, украсть. То есть, слабые места какие-то выявлять, да? Никто этого не делает. Никто этого не делает, к сожалению. Игорь, значит, ну, тема очень интересная, у нас есть звонки, давайте мы будем периодически на них отвечать и, в частности, сейчас пообщаемся с Виктором. Виктор, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день. На имевероятной группе резко подвержены магазины с импортным владельцем. Так. Потому что наш родной персонал очень быстро забывает, кто для чего, и магазин использует для своей кормушки. Ага. Банально вот в седьмом году был свидетель, как в магазине Лера Мерлен якобы случайно объявили, что магазин заминирован. Так. Ну, если честно, сотрудники знакомые просто рассказывали, как это происходило. То есть, встали кассиры, взяли свою кассу, возле кассира встал охранник. Ага. И весь все посетители в полдень, достаточно хорошо загружены, совсем чем были, пошли через турникеты на выход. Так. Никто никого ничего не спрашивал. Ну, соответственно, абсолютно всю недостачу списали, типа, то, что вот у нас была угроза взрыва, мы скучно эвакуировали. Ага. Причем эвакуировали с покупками, я так понимаю, да? Так, в том-то и дело, что у кого что было в руках, тот, кто и понес. Тот, кто и понес. Забавно. Я тогда пошутил, говорю, ну, хоть бы заранее предупредили меня. Конечно, я бы приехал и тоже, да, поучаствовал. Слушайте, забавно, забавно. Вопрос какой у вас, Виктор? Да просто вот это как комментарий к теме вороста сотрудников. Я понял. Там уже было вороство на уровне достаточно хорошем, как у Леонида Гайдая в операции, говорят, все уже украдено. Да, да, ничего вороться не придется, все уже украдено до вас. Спасибо, Виктор, спасибо вам за... Прокомментируете, Игорь? Да, спасибо, Виктор, пару слов. Ну, уверен, что у такого ритейлера крупного, который был назван, есть, безусловно, четкие сценарии, как действовать в тех или иных обстоятельствах. Ну, уверен, что они есть, и наверняка там должно быть написано, все все оставляют и выходят. Конечно. То есть, выходить с покупками, когда заминированы, это тоже определенный риск. Не, а потом логика, конечно, заминированная, это может быть вот сейчас рванет. Какие могут быть там... Люди все бросают, в чем мать родила, что называется, выбегают. А здесь... Ну, в общем, это, наверное, один из примеров того, что сценарий пишется, но не исполняется. Но не исполняется. Да. А кто в этом мог быть заинтересован? Это могли бы действительно какая-то спланированная акция, как предположил Виктор? Сомневаюсь. Не будем в конспирологию вдаваться. Скорее всего, шутка или что-то в этом роде. Я бы, ну, уверен, что кто-то, прочитав, наверное, сценарий, увидев там, все выходят со всем, с покупками, конечно, может быть, у кого-то возникла такая идея. Ну, вряд ли. Вряд ли. Ну, а с вашей точки зрения, как профессионала, вот здесь ошибка, что называется, косяк исключительно самого магазина, да, службы безопасности магазина, потому что они не могли этого допустить. Не должны этого допустить. Я не читал их регламенты, но, скорее всего, это является нарушением. То есть, в любом случае, тем более в таких магазинах, там есть габаритные вещи, как это люди с ним и уходят, а если рванет, как они побегут, в конце концов. То есть, в любом случае, сценарий, конечно, не должен был таким, как он развивался, вот, по словам... Виктора, да. Виктор еще сказал, что все сотрудники охраны, они замерли рядом с кассирами. Видимо, это главный риск. Они должны охранять кассу. Совершенно верно. Не дай бог кассир с деньгами убежит. Лучше я его... А покупатели давайте, ребята. Да, да, да. Понятно. Ну, такой, я бы сказал, забавный все-таки случай, да, слово забавный, может быть, здесь не совсем уместно. Исключительный, скорее, да. Исключительный, да. Хорошо, продолжим тогда наш разговор. Итак, вернемся к взаимодействию вашей с клиентами. Вот еще раз я свое видение, да, свою картинку так нарисую. То есть, какая-то торговая сеть периодически, значит, находит недостачи, да, и, естественно, они задаются вопросом. Ну, в результате чего, эти недостачи обращаются к вам, и дальше уже ваша квалифицированная помощь. Да, да. Мы диагностируем, пытаясь выявить все возможности навесения ущерба, причем диагностика идет примерно там по 30 параметрам. Не просто посмотреть, да, то есть, скажем так, для того, чтобы проанализировать и выявить пути, способы и вообще недостатки, которые могут влиять на увеличение потерь, даже для небольшого магазина женского белья, там, 100, там, 50, 60, 20 квадратных метров потребуется несколько дней. То есть, 3-4 дня нужно, чтобы выявить все возможности, касающиеся ситуативной безопасности, инженерной, технической защиты, средств безопасности, которые применяются, организация предотвращения потерь, если она существует, кто, как, зачем, правильно, неправильно, мотивация персонала, чтобы выявить причины, ответственность, естественно, там, все товародвижение полностью там, причем изучается... Кто взял, куда понес, да? Не только физическое движение товара, информационная часть, бумажный документ, кассовая работа во всех ее проявлениях, то есть, все-все, все, абсолютно все процессы, которые происходят на уровне магазина и там косвенные, ну, смежные, с другими подразделениями, они все изучаются, но это надо большое количество времени. Безусловно, безусловно. То есть, даже вот, условный ларек можно там 2 дня изучать, потому что процессы, что в ларке, что в магазине, они идентичны. И свой документооборот, он похож. А если еще вникать в информационную систему и находить там то, что вы назвали косяками, это еще может продлиться еще больше, потому что там тоже есть такие завороты чудесные. Ну, то есть, я так понимаю, что банально держиворы здесь не проходят, правильно? Нет, если... Надо разобраться. Даже просят вот иногда, там, надо найти, кто это сделал. Это... Я этим не занимаюсь, потому что это, прежде всего, бессмысленно для самого заказчика. Хорошо, хорошо. Предположим, вот все это вы проделали, для этого потребовалось какое-то время, и дальше на гора вы выдаете, да, свое заключение какое-то, что называется. Да, рекомендации. Ну, во-первых, отчет с недостатками, чтобы люди понимали, что у них есть. Вот, я здесь вот недавно представлял такой отчет в одной сети в Санкт-Петербурге. Ну, хозяева были впечатлены. Так, да. То есть, они не ожидали, видимо, да, того, что вы им показали? Ну, при том, что, конечно, многие вещи на поверхности, просто нужно их, ну, там, под определенным углом зрения увидеть. То, что не ожидали, но очень активно взяли за реализацию рекомендаций. То есть, в любом случае, узнать нормальную, объективную правду от внешнего, наверное, субъекта, независимого, иногда полезнее и доверительнее, чем от собственных служб и безопасности. Ну, в том числе, например, да. То есть, выдается, ну, отчет по рекомендации, отчет с результатами диагностики, рекомендации, а что с ними делать? То есть, рекомендации, они, по сути, уже представляют из себя план устранения этих проблем с целью снижения потерь. Снижение потерь, есть такая известная цифра, снижение потерь в половину, увеличивает прибыль примерно на четверть. Полагаю, что, к сожалению, мало кто об этом знает. Безусловно. Иначе бы занимались тем более активно. Конечно, конечно. Я знаю мало маркетинговых или каких-то иных инструментов, которые также эффективны с точки зрения увеличения прибыли. Согласен, согласен. Ну, и в конечном итоге, опять-таки, да, я вот хочу повторить еще раз это в эфире, что задача не сводится к тому, чтобы найти, да, найти вот эту воришку, что называется, поймать его за руку и наказать. Они сами уйдут. Совершенно верно. Именно стратегически решается проблема стратегически. Ну, она... Повод для появления воришек просто исчезает, наверное. Да, она решается раз и навсегда иногда. Это здорово. Сейчас еще раз мы послушаем новость и потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам-ФМ. Мы сегодня говорим о проблемах, вот так я бы это подчеркнул, о проблемах розничной торговли в России, о проблемах ритейла в России. В гостях у меня Игорь Чумарин, директор агентства исследования и предотвращения потерь. Так вот, об этих потерях как раз и идет речь. И Игорь, собственно, да, со своими коллегами имеют возможность каким-то образом сократить, проанализировав текущую ситуацию в каждой из ритейловой сети, ну или в конкретном небольшом магазинчике даже. Я еще раз напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Игорь, вопрос следующий. Вы занимаетесь этим уже 13 лет, да? Я так понимаю. Ну, агентство 13, я занимаюсь, ну, почти 20. Ага. Ну, я веду к тому, что уже почти 20 лет эта тема актуальна. Ну, не тема потерь, конечно, они всегда актуальны, к сожалению. А тема именно их предотвращения. Опять я напомню, что рынок становится более цивилизованным, да? И появляются вот некие новые способы, как свой бизнес делать более рентабельным. Идея эта заимствована на Западе где-то, да? Как выглядит этот рынок там, в Америке, в Европе? Ну, мной изначальный идея не была заимствована. Просто опыт работы в сетях, он пошел таким образом, что пришлось этим заниматься. И потом уже искать, а что у них есть. А вы в каком качестве в сетях работали? У вас служба безопасности? Служба безопасности, да. То есть это логично, да? В какой-то момент вы задумывались, да? Вот каждый раз с этой проблемой я сталкиваюсь, а можно как-то ее стратегически решить, наверное? Ну, не то, что задумывался. Решал так или иначе, но пришло время систематизировать и опыт, и знания, и искать новый. Да, и, конечно, я обращался в том числе и на Запад с этим вопросом, и в какой-то степени, ну, не на 100%, но изучил их опыт. Потому что их опыт розничной торговли, ну, не как наш, там, 20 лет, у них он уже десятилетиями развивается, и они уже это ухлебнули, и, собственно, и продолжают бороться, даже как и мы. Мы их, собственно, немножко догоняем в этом вопросе, потому что у них системный подход, он сейчас уже давно признан как стандарт, а у нас пока еще отрывочные только мероприятия в основном. Ну, опять, это логично, наверное, потому что мы не совсем давно в рынке, не совсем давно с этими реалиями стал, или, по крайней мере, не совсем давно пытаемся их систематизировать. Какие-то яркие, яркие моменты, с этой точки зрения, есть в американском опыте? На мой взгляд, ярких моментов ни в американском, ни в европейском опыте нету, которые вот прямо загорелы звездочки, мы ее взяли и использовали. Да, и все решили, что главное. Нет, там речь идет только о том, скажем так, о подходе. Он там более системный, более конкретный, касается именно вопросов предотвращения. У нас, к сожалению, вопросы предотвращения пока еще не у всех руководителей на первом месте. В основном пресечения там или, то есть, по сути, у нас работа в основном, ну, к сожалению, буду обобщать, мало времени в сетях организуется так, что проинвентаризовали, получили недостачу какую-то, начинаем бегать, искать, а кто, а почему, а как и так далее. То есть, ну, все это, на самом деле, конечно, работа с вчерашним днем и тоже бесперспективно, потому что это можно делать каждый отчетный период. Ну, так и получается наверняка. Каждый отчетный период в очередной раз сталкивается с недостачей. Это неверно. У них подход изначально предотвращенческий, изначально системный. Вот с точки зрения каких-то конкретных мероприятий, каких-то фишек, которые у них есть. Ну, вот, откровенно говоря, я не узнал ничего вот за последние несколько лет, когда изучал западный опыт такого, что да, там более системный подход, там более аналитический, но это лишь подходы. То есть, с точки зрения каких-то фишек технических. Вот единственное, там есть, конечно, плюсы у них, безусловные. Это большее проникновение более современных систем, технических исключительно. Ну, это что, видеонаблюдение, да, или какие-то... Видеонаблюдение, аналитика, там, моделирование и так далее. То есть, более информационные, технические, они более продвинуты в этом вопросе, чем мы. Вот и все. На мой взгляд, их преимущество в этом. И, конечно, у них есть большой опыт работы именно с магазинными ворами. Вот что отражено во многих у них видах законодательств уже в каких-то более жестких правоприменительных санкциях. Вот, кстати, по поводу законодательства очень хорошая тема, вы заговорили. А у нас есть вообще в законодательстве что-либо подобное, связанное непосредственно с вот этими воришками? Сотрудники ли это магазины, или это посетители, может, нерадивые, или только закон о правах потребителя, и все? Что еще здесь работает? Ну, если мы говорим об умысле, предположим, да... Это попадает под уголовный кодекс? Это попадает под довольно слабую ответственность в уголовном кодексе, которую в прошлом году, к моему сожалению, не удовольствию коллег, правда, это развитие, к счастью, пока не получило, глава МВД предложил даже, я помню, кражу на небольшую сумму считать даже не преступлением, а проступком административным. То есть, если мы и так дальше снижать ответственность, понятно, что мы получим всплеск потери, такое же было вот за последние 10 лет. Поэтому в этом смысле законодательство, к сожалению, наше ничего не делает, более того, пытается еще и ослабить ответственность потенциальных воров. Я так правильно понимаю, законодательство, с этой точки зрения, стоит на защите гражданина, вот этот потенциальный вор, это гражданин. И государство защищает этого гражданина от суровой руки бизнесмена, который пытается посягнуть на личную свободу. Так это, наверное, выглядит, хотя это не очень логично, но... Да, логичнее было бы, чтобы законодательство стояло на превентивных мерах, повысив, предположим, ответственность уголовную, или понизив там предел, или понизив, скажем так, сумму кражи, да. Конечно, и такие были прецеденты у нас в истории. То есть понизив сумму кражи, то есть переведя там не из тысячи рублей в уголовный кодекс, а там с 500, предположим, я сейчас моделирую, конечно, мы получим эффект. То есть количество людей, которые об этом узнали, их меньше будет приходить в магазины воровать. Это однозначно, потому что сейчас люди приходят, знающие, я о ворах сейчас говорю, они знают, на какую сумму нужно набрать, чтобы ничего такого не было. Тем более, что территориальные органы внутренних дел, к сожалению, конечно, от места к месту различаются, но в целом, вот я общаюсь в регионах, там, руководитель службы безопасности, конечно, полное недовольство, невзаимопонимание и пренебрежение этой темы вообще. Если раньше там на заре моей деятельности в этом вопросе участковые зарабатывали все, в том числе показатели на магазинах, кражах и так далее, то сейчас во многих регионах, это вот такая ответственность региональная, регионах нет такой статьи, скажем, их оценки. И там воровство больше. Здесь, в принципе, все регулируется, но никто не хочет, на мой взгляд, этим заниматься, к сожалению. Просто те же самые представители управления внутренних дел, они не мотивированы ничем, они поэтому этим не занимаются, правильно? Да, и масса случаев, и общаются люди, и рассказывают, и пишут, чтобы вызвать там наряд или милицию на банальную, с их точки зрения, кражу, это же невозможно. На самом деле, объем это огромный. А рецидив, с этой точки зрения, как-то учитывается? Ну, понятно, что вы изложили сейчас этот факт, что люди, знающие, приходят, знают, что до тысячи рублей я себе могу позволить, ничего мне практически за это не будет. Здесь тысяча рублей, там тысяча рублей, десять раз тысяча рублей. Учитывается рецидив, но нужно сделать первый шаг. Первый раз его задержать, пригласить в милицию, ну, со всеми вытекающими, а дальше будет рецидив, конечно, учитываться. Ну, и именно это вот достаточно редко делается, да, к сожалению? Трудно, трудно. Трудно, да, потому что в идеале любое задержание сотрудника ли, посетителя ли за воровство, оно должно заканчиваться на возбуждении какого-то дела, административного, либо уголовного. К сожалению, у нас это сложно сделать. С одной стороны, с другой стороны, та же материальная ответственность. В какой-то степени она в Трудовом кодексе расписана, она дает какую-то ответственность, налагает за, ну, в том числе за умышленные действия. Это мы о сотруднике сейчас говорим. Да, привлечь к материальной ответственности по всем параметрам, которые указаны в законодательстве, тоже довольно сложно. То есть у нас очень сложные вообще процедуры ответственности сотрудников. И пока еще законодатель по пути, скажем так, защиты интересов работодателя, на мой взгляд, не идет. Не идет, не идет, да. У него какой-то другой путь, я понял. Электоральный. Электор, видимо, да. Вернувшись вот к теме воровства на рабочем месте, что называется, да, подобных потерь со стороны сотрудников, и, может быть, опять вспомнить опыт зарубежный, на ваш взгляд, решение этой проблемы в чем? То есть сотрудник должен быть заинтересован в чем-то, да, он был должен чем-то мотивировать, чтобы он просто элементарно не хотел этого делать, да, ему было это невыгодно делать. Это один, один из факторов, один из, скажем так, один из пунктов профилактических, да, если мы говорим уже о каких-то примитивных мерах, о построении системы предотвращения потерь. Безусловно, сделать сотрудника лояльным, если ты его сделаешь лояльным, ты минус один потенциальный нарушитель. Да, мы не говорим вор, но даже нарушитель. Для меня лояльный сотрудник, в том числе тот, который не наносит ущерб, сам и удерживает других. Это идеальная картина, к сожалению, она возможна далеко не везде, скажем так. А в чем основные проблемы для того, чтобы не каждый сотрудник и далеко не везде мы смогли сделать лояльным? Быстрая сменяемость персонала первая проблема, особенно вот в центральных регионах, где менее устоявшиеся коллективы, в больших сетях, в федеральных сетях, где большое количество временного персонала, внешнего, аутсорсингового или гастарбайтеров. То есть здесь о лояльности сложно говорить, и здесь на первое место выходят другие меры. Первое, мы уже говорили, устраните возможности. То есть если нельзя своровать, ну как бы нельзя, нельзя. Нельзя имеется в виду физически, да, просто все сделано так, что я не... Да, то есть для этого надо просто взять в карман, положить и вынуть, но здесь тоже уже меры определенные есть, там видео, физическая охрана и так далее. То есть технологически не должно быть изъянов таких, которые могут пользоваться, да. Второе, конечно, контроль. Это вот такой глобальный, конечно, момент. То есть может быть сотрудник не лояльен, но если он понимает, что он все время нахождение в магазине, и на всей территории магазина, в каждом месте он под контролем, не обязательно видео, может быть это менеджер, может быть коллеги, может быть там мифы, слухи и так далее. Но понимая, что под контролем в любой момент, может быть проверен, может быть проконтролирован на своем рабочем месте, то же самое, он же не будет наносить ущерб, потому что понимает, что его могут поймать за этим. С этим тоже довольно слабо, но по крайней мере уже понимаемо, что такое контроль, что такое аналитика и так далее. И что еще? Ну, здесь можно добавить, конечно, более технические вещи, да, то есть мы должны защищать... То есть контроль включает в себя в том числе использование технических средств, в том числе в виде наблюдения, там антикражную защиту и другие способы. И один из важных вещей, это еще, о которых забывают многие ритейлеры, это сдерживание намерений. То есть это вещь, которую вообще многие, может быть, и не знают, не представляют, если мы с ними не обсуждали. Сдерживание намерений, конечно. Но это уже опять на уровне, да, мы какой-то подкорки выходим. На уровень грамотного подхода мы выходим, потому что, ну, обычная процедура, скажем так, вот я там раскрываю перед своим же коллегами где-то на семинаре, там, как идет хищение. Сначала мотив, допустим, да, то есть мотив. Человек приходит в магазин или он работает, у него есть мотив. По какой-то причине он хочет это взять и вынести, да, или деньги, или там еще что-то. Он оценивает возможности. Так, можно, нельзя, чем тут воспользоваться, увидеть, не увидеть и так далее. Большинство моих коллег сразу отсюда переходят к планированию подготовки и кражи. На самом деле здесь еще один момент есть, который называется формирование замысла. То есть вы пришли в магазин или там вы работаете, я это хочу украсть, у меня для этого есть способы, и вы формируете замысел. Когда, с кем и так далее я это сделаю. То есть это некий технический момент. На это надо, можно влиять, а многие этого не делают. Игорь, сейчас... Ну что ж, друзья, мы продолжим наш интересный эфир. Сегодня мы говорим о возможности исследования и предотвращения потерь, ну, в сферах розничной торговли, как минимум. В гостях у меня Игорь Чумарин, директор агентства исследования и предотвращения потерь. И, на всякий случай, еще раз, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Игорь, давайте вернемся. Замечательные вот очень истории, замечательный рассказ по поводу того, что вы, я так понимаю, помимо всего прочего, еще какие-то лекции предлагаете, да, для сотрудников отделов безопасности, да, для кого вы читаете лекции? Да, мы предлагаем лекции. Мы все это время, ну, по крайней мере, лет 10 уже обучаем специалистов, менеджеров, руководителей служб безопасности всем вопросам предотвращения потерь. Где-то более 2000 человек уже прошли через наши курсы, так что милостью просим. Здесь методика, стандарты, решения, все, что необходимо для, как минимум, для понимания, потому что понимание, к сожалению, во многих случаях хромает еще. Ну и конкретные инструменты, безусловно. Ну и давайте вернемся, да, и так вот этот самый момент в разговоре о формировании вот этого, да, мотива для того, чтобы сделать что-то противоправное, да, многие его, к сожалению, упускают. Ну, упускают или не знают, я уже не знаю, но, по крайней мере, когда с коллегами общаемся, где ваши точки приложения усилий? А вот на том квадратике, где написано кража, то есть мы уже пытаемся поймать, либо, скорее всего, и больше всего, в абсолютном большинстве случаев, это уже откатывание назад. То есть мы посмотрели, все плохо, и начали искать, кто это сделал. На самом деле есть между... Все плохо, в смысле, уже украли, да, и мы начали искать. Между планированием кражи, предположим, или там нарушения какого-то и реализации, существует у человека намерение. Вот нужно в этот момент, пока он еще не нарушил что-то, можно влиять, то есть можно удерживать. То есть приходит человек, ну, например, внешний покупатель, хочет украсть, но он видит. Здесь мы начинаем влиять на него, это тоже система. Он видит охранник нормальный, с соответствующим взглядом, там, и так далее. А какой его нормальный охранник? Ну, он должен глаза смотреть, он должен сопровождать. То есть не обязательно там, кто он, что он, как одет, там есть свои методики. Он смотрит видеонаблюдение, ага, камеры вижу хорошо, они там оранжевого цвета, предположим. Он видит внимание персонала, который... Я прошу прощения, оранжевого цвета еще видишь? Ну, я... Я даже не утрирую, да, да. Многие ритейлеры уже начали это делать, то есть они выделяют, потому что люди должны их видеть. Не надо скрытыми делать, потому что все это влияет. Раньше писали, да, внимание, то у вас снимается камера. Где камера, какая камера, никто не знает. Это писать надо, но и камеры должны быть видны, чтобы люди четко понимали, что они находятся под контролем. Это же тоже влияние на намерение. То есть человек хочет украсть, но он... Подумает уже. Отдохнул, нейтрализовался и ушел. То есть он понимает, что сейчас здесь нельзя. Лучше я пойду либо в соседний магазин, либо в другое время приду и что-то другое придумаю. То есть вот это также можно примерно такие же способы воздействия на собственный персонал. То есть мотивы у них есть у многих. Корысть, амалочность, предположим. Непостроимый лояльный персонал, да. У них есть возможности, потому что они мимо товара ходят каждый день. Они знают технологии, знают, где там изъяны и так далее. Но они могут не наносить ущерб, потому что все время под контролем. Потому что они знают, что работа здесь ведется так, что их поймают в любом случае. Их всегда сдадут в милицию, потому что это происходит постоянно с их коллегами, кто переступил через это. Ну и ряд других там способов. То есть на это можно влиять. То есть удерживать и достаточно длительное время, ну может быть все время работы в магазине, пока человек, который хочет нанести ущерб, хочет на чем-то заработать, он... Он этого не делает. Он дан у вас пойду, а в другое место, где попроще это все. Вот, кстати, в Штатах, если опять уж заговорить о иностранном опыте, там есть некая база данных, ну по аналогии там, я не знаю, с базой кредитных историй, по аналогии базы данных, где вот уже провинившихся однажды сотрудников заносят некий черный список. У нас есть что-то похожее? Или может вы как раз над этим сейчас, над созданием этого думаете? Ну у нас, у нас непосредственно в Санкт-Петербурге и по области есть такая база. Я ее организовал лет 10 назад. Она, ну в том или ином виде работает, она по крайней мере активна, да, ей надо заниматься. Вот, плюс в разные регионы, там различным союзам, служб безопасности, сообществам. Я методики эти делал. Наверное, где-то работают, просто не афишируют. Я понял. Но с другой стороны, я сейчас подумал о том, а как ею воспользоваться. Ну хорошо, вот там есть, условно говоря, паспортные данные тех, кто провинился однажды. А, мы говорим о сотрудниках, да? Да, мы говорим о сотрудниках, которые совершили умышленное нанесение ущерба, только умышленные, и после этого были уволены. Ну там посажены ли это отдельный вопрос, но уволены. И если надо, у того, кто дал эту информацию, базу, должна быть по необходимости подтверждение. Да, по необходимости. А пользоваться просто, кто является участником этого обмена информационного, запрашивают, есть или нет базы. Пришел устраиваться, да, ко мне молодой человек, я сразу посмотрел, ой, извини. А что я в этом случае, кстати, делаю? Я ему просто мягко отказываю? Или... Вы его не принимаете на работу. Нет, может быть, поскольку за ним грешок, я звоню своему коллеге и говорю, вот у меня тут парень, который однажды у тебя там засветился. Нет, ну если засветился, то его уже должны были уволить оттуда со всеми почестями, да? То есть в любом случае вы вольны принять любое из решений, но эта информация для вас не лишняя. Более того, к сожалению, те, кто наносил ущерб, ну, воровал, скажем, прямо на предыдущих местах работы, я уверен, что 99% случаев будут это делать и на следующих местах работы, аналогично в секторе. То есть это вот, к сожалению, опыт такой не исправляется. Да, то есть это опять вопрос о рецидиве. Причем можно, наверное, сказать, да, что он, попавшись однажды, был наказан даже, да, был уволен, и тем не менее, каким-то образом попав вновь, да, в похожие обстоятельства действовать. То есть это откуда? Это опять подсознание какое-то влияет? Ну, я думаю, тут играет не последняя роль легкодоступность все-таки. Опять возвращаемся к тому, да, с чего начинали. Да, да, и если какой-то серьезный урок люди из этого не вынесли, то, скорее всего... Серьезный урок, он всегда связан с наказанием, с возможным наказанием? Ну, я не знаю, что здесь, если уж не посадить его, то, по крайней мере, сильно оштрафовать. Ну, наказание, порицание, унижение. Унижение. А как иначе? Это тоже инструмент, на самом деле. То есть, ну, унижение, конечно, там не физическое, но... На доске, да. Фотография, на доске почеты и так далее. Конечно, это все эти методы, причем они имеют определенный перечень, и, опять же, там, преподаются нами, они должны быть, эти все меры, применимы. Тогда хоть какой-то урок вынесет человек. Ну, когда мы говорим о взрослых людях, там уже воспитание бесполезно. Здесь, к сожалению, ну, известная притча, да, что в семь раз быстрее можно добиться результата наказанием, чем, ну, кнутом, чем пряник. Да, да, чем воспитанием. Тем более, действительно, если уже речь о взрослых... Я просто вспомнил по поводу вот этого общественного порицания, да, какие-то... Советские времена. Советские времена, во-первых, или там, условно говоря, ученики в школе, когда, да, выходили там и перед... Вот повинись перед своими друзьями, перед одноклассниками, скажи, что так больше не будешь. Это действовало, наверное. Ну, и сейчас, ну, это же общественная психология. Сейчас и другие формы существуют, но, к сожалению, многие думают, да что за фигня, это же все это мы прошли уже, там, десятилетия назад. Сейчас мы в другом мире живем, да? Да, да, на самом деле, влияние на людей, оно, методы-то не изменились. Особенно уже влияя на тех, кто оступился, потому что для нас это уже... Мы, собственно, не их даже в этом смысле порицаем, или там, унижанием, или что-то. Мы показываем тем же, кто, возможно, существует в этом коллективе, что не надо этого делать, иначе вы будете так же в центре стоять и краснеть, да. И это и есть предотвращение. Да, я понял. Хорошо, Игорь, смотрите, немножко времени у нас. Давайте мы поговорим, как всегда, в конце эфира о неких перспективах развития, ну, вашего конкретного агентства. Я не возражаю, если вы расскажете, да, о своих взглядах в будущее, в недалекое, может быть, а может быть и в далекое. И, в принципе, да, подобная услуга будет пользоваться все больше и больше популярностью в российской действительности? Будет ли она пользоваться в далеком будущем, не знаю. С одной стороны, хотелось бы, чтобы нет, то есть тогда, наверное, и воровать никто не будет. Нет, тогда другая причина следовательной связи, да? Поскольку никто не ворует, зачем нам такая услуга? Да, 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 был бы счастлив, но нашел бы, чем заниматься чем-то иным. Конечно. Но, к сожалению, пока нет, и, в общем, без работы не сидим. Вот, что касается перспектив вообще в этой сфере с точки зрения предотвращения потерь, то здесь, ну вот, кроме, может быть, каких-то, ну, чего хотелось бы, да? Хотелось бы, чтобы технические средства все-таки каким-то образом становились актуальными и современными, потому что большинство технических средств предотвращения потерь, но они, эти технологии не меняются уже десятилетиями. Их все знают, и все, ну, все, кто заинтересован, обходят. Ну, смотрите, технологии все-таки, наверное, меняются, да? Просто те, кто пользуется теми или иными технологиями, вот, сидит все еще на печи, что нужно. Почему они вперед-то не идут за этими технологиями? Они экономят таким образом, или? Ну, пока не нашли какие-то иные физические свойства товара, которыми можно было бы здесь защищать. То есть есть там три технологии, допустим, антикражной защиты, и пока четвертую, пятую или шестую не придумали. Просто не придумали. Просто не придумали, да, мы очень ждем, весь рынок ждет. Что касается технологий, которые развиваются, да, это вот, вот единственный, на мой взгляд, сектор, который активно развивается, это вот видео, то есть это сектор видеоконтроля, видеонаблюдения, видеоаналитики. Он развивается параллельно, собственно, развитию IT-технологий, переход на IP-камеры, на более четкую, на более, вообще на видеоаналитику, не просто тупое просматривание, да, записи, а именно на аналитику, автоматизированную аналитику. Вот здесь есть определенные прорывы, которыми, конечно, нужно пользоваться ритейлером. Ну и вообще, с точки зрения стратегии, для ритейлеров не нужно, не нужно инвестировать уже в прошлый век. То есть инвестировать, а технические средства всегда наравне с тем, о чем я говорил, они тоже дают хороший эффект, их нужно применять, но инвестировать нужно только в завтрашний день, то есть новейшие технологии. Ритейлер, который инвестирует в день вчерашний, он почему такую позицию занимает? Он пытается сэкономить все-таки, опять я к этому вернусь? Он пытается сэкономить, он не знает о новизне каких-то других, он думает, что все новое это дорогое. У него там руководитель с профильного подразделения в коррупционной связи и так далее. Масса факторов, да, скорее всего одна из причин для руководителя, которые пытаются не воспринимать новизну, они думают, что все новое дорогое, это не так. Ну и безусловно, хотелось бы, чтобы что-то все-таки законодатель делал, государство, потому что, к сожалению, в последние годы приходится говорить ритейлерам, не ждите ничего от государства, а оно на самом деле многое может сделать, например, при... Более того, должно многое сделать, наверное, все-таки, да, потому что я сейчас вот слушаю действительно эту историю, и такое впечатление, что мы живем отдельно, государство где-то отдельно, а мы тут варимся в своем соку, у нас есть проблемы, а кто их решать будет? Сами опять мы решаем, но это неправильно, естественно. Ну вот, для примера, Великобритания, предположим, вот средние уровни, там, потерь, которыми не оперируют, ну, условно, там, 1,4, там, 1,2, вот так вот. У нас, ну, вот по мировым исследованиям, у нас другие цифры чуть-чуть, но по мировым где-то 1,7, чуть больше. Но у них это признано проблемой национального масштаба, а у нас об этом речи нет. Спасибо огромное, Игорь Чумарин, директор агентства исследований «Предотвращение потерь», был сегодня в бизнес-классе. Спасибо, Игорь, спасибо за внимание, всего хорошего.